Ребята, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал, добро пожаловать в новый влог! Сегодня мы с вами разберем, как сделать из американского человека русского человека. Это значит, что мы поговорим про стиль одежды, про то, как одеваться, как говорить, как вести себя. Второе, к нам приезжают гости Веня, и мы пройдемся с вами по новым лакшери-магазинам, выучим, как их говорить. И третье, я вам расскажу лайфхак, как избавиться от айфона X, даже когда вы его купили полгода назад и не ждать техподдержки. Великолепный лайфхак, много с чем работает. Поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Вень, меня ребят спросили, как одеваются американцы. Как хотят. Как хотят. Реально, никаких, знаете, вот типичные ребята идут с работы. Рязачок. В одеяле, да. Обычно у них, обычно у них какая-то корпоративная атрибутика, может быть, футболочка, худина, это Сан-Франциско, да, все носят своих степ-тапов, танцкие штуки. Очень удобная обувь. В Нью-Йорке, я думаю, что мы увидим людей на каблуках в Сан-Франциско. Это просто нас такая редкость. Мы приехали в Кремниевую долину, прожили там пять месяцев, и я на пятый месяц выбрался на какую-то тусовку в Сан-Франциско. И увидела людей на каблуках, для меня это просто был шок какой-то. Ой, а в Лос-Анджелесе все ходят в тапочках, в спортивных штанах. Да, единственные каблуки я видела на вечеринке у Амирана, когда пришли русские девушки. Вот, вот, вот. Сзади меня, ребята. Привет, американцы! Приветики! Не разговаривают никогда со мной. Но вот видите, куртка, спортивные штанишки. То есть ничего. Собственно. Распаковать! Посмотрите, ребята, сколько крутейших подарков. Мне нравится, что корейскую косметику я, живя в США, заказываю из России. Ну, всего-то тут запасик мне на месяц надо. Это что? Ой, кисточки! Из Ленинградской области. Вот это камень, сейчас будут меня выручать. Это патчи под глаза, тут просто на год. На год. Подарок, подарок, подарок. Спасибо большое, Лаки Космерикс. Покажите вот этого человека, который сейчас у меня сопрет половину. Я. Все. Она сейчас все думает. Я, короче, хотела распаковку снять, но пришла... Ура! Паран, находи! За распаковку я сейчас защищаю товар. Супер! В Америке абсолютно те же самые магазины и даже коллекции похожи. Первый момент это то, что американцы супер свободные в своих мыслях, супер свободные в своем стиле. Им все равно, что про них подумать. И здесь есть две крайности. Первая крайность это выйти в пижаме. Вторая крайность, которая, наверное, происходит со мной, это то, что я экспериментирую со стилем, как сумасшедшая здесь. И здесь есть то, что я знаю, что если я очень странно оденусь, никто мне ничего не скажет. А может быть, наоборот, скажет комплимент, типа, Марин, прикольная куртка, прикольная кофта, прикольный эксперимент сегодня. То есть здесь люди либо вообще не обращают внимания, либо хвалят. И это безумно приятно, когда к тебе на улице может идти прохожий и скажет, вау, у тебя такая красивая юбка, где ты ее купила. И причем это будет абсолютно искренне. Вот, кстати, типичный пример, как мы русского мужчину переводили в американца, американская небрежность. Небрежность, Дим, небрежность. Не мачо, а небрежность. Такая клетчатая красная рубашка, мне кажется, это самый бестселлер в Америке. И черная футболочка, удлиненная. Она все сезоны выживает. Сейчас произойдет то, что должно было произойти очень давно. Сейчас мы избавимся от этого телефона. Он реально просто достал. iPhone. К сожалению, самая дорогая компания в мире теряет свои позиции. Купила я iPhone в первый день его выхода. И безумно радовалась, естественно, что вау, я успела его купить. Но меня должно было это насторожить, потому что когда ты покупаешь iPhone в первый день, и за ним очередь всего на 20 минут, наверное, что-то с ним не то. Значит, я человек, который пользуется постоянно Telegram. И когда записываешь голосовое сообщение в Telegram, у iPhone меняется иногда настроение. И он решает, что дольше 10 секунд сообщение быть, ну, никак не должно. И поэтому просто выключает запись. То же самое касается WhatsApp. Второй момент. Я как блогер, у меня всегда должна быть камера под рукой. Что делает iPhone? Он говорит, нет, Марин, сегодня ты не будешь блогером. И камера начинает черным мигать. Я не знаю, он сделал трансляцию в Инстаграме, но сделал абсолютно то же самое. Он начал мигать. И еще совсем недавно он мне выдал такую историю, что просто погас экран на 4 часа и был черным. Но он звонил при этом и делал фотографии, то есть даже какие-то звуки издавал. Поэтому сейчас мы с ним распрощаемся. Это не самый репрезентативный магазин, чтобы переодеваться в американцу. Просто мы зашли в Лавитон, и здесь есть сумка, на которую сейчас очередь. Знаете, сколько человек в США? 1300 человек в очередь. И я 1301, мне привезут ее через месяц. Ну, пишите, что думаете? Ну, не надо гадости только писать. Мне кажется, она офигенная. Знаете, что круто в этой сумке? Что ее уже можно продать на 1000 долларов дороже на лимбэй, потому что не очередь. И то, что через год, через два года, через три года она только повысится в стоимости. В гуси зайдем, говорю, быстренько. У тебя нет проблем с шопингом, да? Да нет, у меня проблем с шопингом. Нет, нету. Иногда есть, ладно, иногда есть. Осознание – это первый шаг в лечении зависимости. А сейчас давайте поговорим о том, как одеваются американцы и как одеваться так, чтобы не было такого, что, знаете, иногда идешь и такие, ну, точно, чувак из России. Вот, чтобы такого не было, сейчас мы будем спрашивать Веню, что он думает, и послушаем от него советы. Тебя, правильно, американцы не отличают от американцев. Помимо акцента, какие бы ты сказал советы в одежде? Проще одевать. Диму, что выдает за русского, это выражение лица. Вот такое вот. Он ходит очень серьезно и такой, напыщенный весь такой. А надо расслабиться и лицо, расслабь все мышцы лица. Расслабь. Сейчас расплавливаю буквально. Расслабь все мышцы лица просто. Расслабь, Дим, а рубашка? А то, стена потечет. Американец. Послушай меня, Вень, и скажи, что думаешь. У Димы были белые штаны, белая полупрозрачная рубашка и белые кроссовки летние. Ну, что я здесь стою, нет? Ну, это типичный папа в Анапе. Вот кому эти сплетни нужны, да? Да, вот стоят, вот, честное слово, перемывают косточки человеку нормально. Короче, не, не, смотри. Просто американцы одеваются так. Чем проще, тем лучше. И если не проще, то каждый взрослый человек одевается как подросток. То есть джинсы-футболка-кеды. Джинсы-футболка-кеды от 10 до 60 лет джинсы-футболка-кеды всегда. И до 80. И до 80, да. Толстовки тоже, как бы толстовки, это тоже темы всякие интересные. Ну, скетчерс, это основная, с кроссовки, все взрослые люди. Ну, да, короче, в общем, чем проще, тем лучше. Ребят, вы представляете, что сейчас случилось? Короче, шла, я ругалась. Я вчера телефона пол кинула, я так злилась. Шла с камерой в Apple Store. Они такие все сразу, типа, подошли ко мне. Типа, что происходит? А ко мне подошел сначала первый человек, потом зашел второй. Я им стала рассказывать, какой отвратительный iPhone. Они такие, ну, типа, сорян, иди в техническую поддержку, они там тебе удалят, все, наверное, потом восстановят. Я такая, ну, ладно, пофигу, я куплю себе восьмерку, и потом я уже там родителям подарю, либо продам. Они такие, ну, да, да. То он такой, а что ты с камерой ходишь? Такая, я ютубер. Показала ему свой канал английский. Он такой, ни херой тебе. Он такой, ты самый большой блогер, который я когда-либо встречалась, типа, вау, 320, 300 тысяч подписчиков. Такая, ну да, типа, ну, слушай, всю жизнь мечтал стать этим блогером. Я такая, блин, бери и начинай, что ты ждешь? Короче, мы с ним стояли, болтали. Он меня, значит, спрашивает, кого я знаю из блогеров. Я говорю, я Виталик из Дин ТВ на вечеринке мы были, знаю. Он такой, ну, вообще, пипец. Короче, он в полном восторге. Он такой, слушай, знаешь, что, мы, конечно, так не делаем, но давай пойду спрошу, может быть, тебе можно вернуть iPhone. А я купила его, извините, меня, 4 месяца назад, мне разрешили вернуть. Мне сейчас возмещают ставить свой iPhone, и я беру восьмерочку. У него, знаете, просто сила огромной камеры, сила YouTube. Я так счастлива. У меня будет большой, неглючный телефон. Ура, просто ура. Apple, моя любовь к тебе вернулась. Новый, золотой, розовый, красивый. iPhone. Все, я вернулась к своему кирпичику. Кирпичик СБ. Это как брик. Я люблю. iPad, iPhone, whatever. Кстати, кому нужен кейс Лингва Трип? Мы его сейчас продаем вместе с Лингвобуком, можно наборчик взять. Вообще, я безумно рада, он такой розовый, такой хороший. Я очень-очень рада. Спасибо большое Apple, что у вас такой customer service. Реально круто. Мне сказали, мы не хотели, чтобы вы ушли недовольны из нашего магазина. Да, вот такое, такое, не такое, но они, блин, только это делают для блогеров. А когда мы просто пришли, как просто посетители, ничего такого не сделали. Реально, это очень плохо, Apple. Вот, в общем, вот так, вот ходите с камеры, ребят. Заводите блог. Choo. Choo. Versace. Gucci. Gucci. Bloomingdale. Bloomingdale. Louis Vuitton. I'm talking Giorgio Armani, Gianni Versace, Coco Chanel. И чтобы реально понять многие вещи и до конца прям реально разобраться в английском языке, ничто вам лучше не поможет, чем реальный опыт, социальные какие-то аспекты именно жизни, менталитета, жизни страны, прям жизни людей. Поэтому, друзья, приезжайте. Приезжайте к нам в гости, и вы эти имена бренда выучите. Лейзис. Доставали сразу свои камеры. Что ты сказал? Пять камер просто. Что ты сказал? Лялька-трасс, известная дерьма. Недолго остров Лялька-трасс. Я, кстати, не был на Лялька-трассе ни разу. Вы были? Мам, надо съездить. Нет, я могу открыточки оттуда подарить, хочешь? Открыточки из Лялька-трасса? Блин, когда сидела там. Смотрите, что, ребят, происходит у нас по четвергам. Что происходит? Здравствуйте. Как дела? Хорошо, спасибо. А я просто хочу вам рассказать, что как только Марина сюда зашла с камерой, все на нее смотрели, как на экспонат в музее, это было очень забавно. Веря, скажи, какое ты нам сегодня с Димой замечание сделал? Когда они идут куда-то в сфере обслуживания в магазине? У Марины это не очень. Ну, у Марины тоже есть, кстати, да. Дима прям реально агрессивный, такой, типа, БК включает, такой, типа, hello, I bought a bag. Не БК, он просто так общается, без улыбки, да? Ну да, без улыбки. Он не пытается быть более таким. Ну да, да. Я не пойму тебе песочек. Я не просказывал, просто как ты обхакиваешься. Что же такое-то, а? Hello. I bought this bag, I want to return it. Вот. И у него такая еще здесь дерзость в голосе. А Марина, когда, она тоже с серьезным лицом, но у нее нет дерзости в голосе, но она тоже с таким серьезным лицом. Что выглядит еще страшнее. Потому что Дима говорит с акцентом, ему простительно, она говорит почти без акцента. И она такая, типа, ну реально, ты, типа. Дима, Марина замученный ходит и никому не улыбается. Да, это такая культура, это другая культура. И здесь нужно, если вы хотите быть как американцы, хотите быть американцем, улыбайтесь. И будьте добрее к людям, даже если это показуха и так далее. На самом деле здесь это признак того, что вы воспитаны, что у вас все хорошо в жизни, вы улыбаетесь. Ну тут даже, тут никогда никто не говорит, если спрашивают how are you, даже если все фигово, а никто никогда не скажет, что вы фигово. Скажет, офигенно, да, как у тебя. Позитив. Даже если он напускной, он все равно позитив. Ребят, я вам говорила, что сериал, единственный в мире сериал, который я пересмотрела шесть раз в своей жизни, начала смотреть в 17, мне кажется, в каждом возрасте он раскрывается по-разному. Это Sex в большом городе, Sex and the Seri по-английски. Я смотрела его первый раз на русском, все остальные разы в оригинале, очень много слов оттуда выучила. Мы сейчас вам показали такой суперпростой стиль, а в Sex и в большом городе, вот как раз это, знаете, американская небрежность, плюс такой fashion-fashion-люкс, потому что там Кэри Брэдшоу, ну для меня самый шок большой был, когда она одевала шубу с босоножками, и как бы ей было абсолютно все равно, что там тебе надуют ноги, у тебя там уши заболят, потому что ты без шапки идешь и так далее. Ну то есть вот такой вот американский пофигизм в сочетании с высокой модой там из Парижа и так далее. Я вам, ребят, рекомендую посмотреть Sex and the Series обязательно в оригинале. Площадку, которую вы мне спрашивали, где смотреть фильм в оригинале, вот я вам рассказываю. Значит, есть сайт megogo.net, там есть, ну типа там почти две тысячи фильмов в оригинале, и вам что нужно сделать? Выбрать оригинальную аудиодорожку, то есть аудиодорожку на английском языке. Если вам сложно понимать английский язык, то вы включаете субтитры. Идеальные субтитры тоже на английском языке, потому что если вы будете на русском, очень быстро внимание отвлечется, и вы будете читать все по-русски. А вам этого не надо, вам что нужно? Воспринимать английскую речь на слух и воспринимать ее на смысл, да, какие-то новые слова учить. Поэтому megogo.net, смотрите сериалы в оригинале, и знаете, что еще? Сейчас вам дам 10 бесплатных подписок рандомом. Переходите на мою последнюю фоточку в инстаграме, вот на эту, и говорите, какой сериал вы бы хотели посмотреть на английском, или может уже смотрели на английском, который вам помогает учить язык. А если вы интересуетесь, каким образом это будет все осуществляться, неважно, там, есть у вас телевизор, нет, вы можете смотреть везде, на телевизоре, на компьютере, на планшете, на телефоне. А вот я удивляюсь, что у каких-то людей еще есть телевизор. Тоже верно. У тебя есть телевизор? Конечно, два. Блин, америкосы все такие, это все америкосы. То есть, если у вас нет телевизора, вы можете смотреть, ну, если есть, вы можете на смарт-тв, там, если это, ну, вообще, на всем, все уж не угодно. Да, потому что у меня нет телевизора. Ну вот. А смотрите, хотите, американцев вам покажу? И у них у всех телевизоры Абсолютно у всех И вечером они как зомби включаются Спасибо, что досмотрели это видео до конца Если у вас остались вопросы по английскому языку Не забывайте, что у нас начинается интенсив свиньи по временам Записывайтесь, ссылка будет внизу Не забывайте, что летом нужно ехать и практиковать английский И вместо Турции, Египтов и так далее Вместо валяния, как тюлень На пляже нужно забронировать языковую школу в англоговорящей стране И места кончаются очень быстро Поэтому быстрее бронируйте И выкладывайте свои фотки из поездок И прокачивайте себя Хватит тратить время, непонятно на что Все, подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны Ставьте лайк, если вам понравился влог Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok